Всем привет, это Елена Вивас из Аргентины, и это мой видеоблог о жизни, путешествиях и миграции в Аргентину. Я продолжаю свое путешествие по Патагонии, и сегодня я опять с Александром. Здравствуйте, как вы поживаете? Вот, и мой сын попросил меня снять видео о том, как же это жить в Патагонии. Своё мнение, я на эту тему сниму отдельное видео, когда уже вернусь в Буэнос-Айрес, соберусь с мыслями. А сегодня я хотела бы этот вопрос задать Александру. Александр, как на твой вкус, как это жить в Патагонии, как это жить в Барилочи? Да, ну хорошо. Я приехал сюда, когда имел 23 года, да, ну и сразу меня послали жить, когда я кончил курс целый год, послали жить в Чуму, вот это еще 300 километров юг отсюда, да, более южно, и жил два года совсем внутри в горах, да. Месту голами, там никто не был, я один раз в месяц спускался, ехал в город, делал покупки некоторые на целый месяц, и иногда даже два месяца не шел, и когда был много снег, мне привозили покупки мои до одно место, я потом пароходком с лодкой маленькой через озеро и река собрал мои вещи, да, там трава, там газ не было, и дети, там уже была такая, вот там один, что затрали иногда в день, так что это была самая красивая жизнь, потому что там абсолютная природа. Самая настоящая жизнь. Самая настоящая, крепкая, хорошая, нужно было готовить трава, когда жарко, чтобы потом, когда снег, у тебя было целую кучу трава, ну, это было самое, скажем, для меня было самое хорошее момент в потолоке. Потом, когда у меня родили и сын Лариса, потом Наташа, потом Лев, я уже был близко к городах и в городе Барилоджи. Здесь жить, во-первых, очень хорошо, здесь хороший климат, коротенький климат, скажем, хорошее... Хороший климат, да, это вот у нас первые дни осени. Ну, мы поживем, мы не мырем, нужно хорошую куртку, хорошую одежду и все. Как говорят англичане, не бывает плохой погоды, бывает неправильно подобранная одежда. Да, 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 вот так, да, это так. Но потом, скажем, мы всегда говорим, в Барилодче есть две станции, да? Два времени года. Два времени, но мы говорим, две станции, а там, где поезд приезжает, и когда все время холодно, и ветерно, так говорят здесь. Ну, нет, здесь, скажем, в сентябре, ноябре уже солнце больше времени, скажем, в ноябре, в декабре солнце выходит половина шестого здесь. И входит около десяти ночью, и день длинный, красота, да? И когда нет ветра, вообще тепло, горячее, нужно в тени сидеть в лесу, потому что очень жарко, можно купаться на озере уже. Да, у меня, кстати, сегодня были уже на фейсбуке вопросы, а можно ли в озере купаться? Да, конечно, вода чистая, холодная, ну, есть русские, что целый год купаются, что здесь жили и приезжали. А то мои русские. Да, конечно, водочку хорошую, там, когда входит с воды, выпьешь водку, когда входишь в выпьешь водку, и будет жарко тебе, сто процентов. Ну, скажем, вообще сейчас это тяжелая жизнь, кто новый приезжает. Почему? Вообще нету дома сдавать, не сдают дома для целого, скажем, сейчас есть одна фамилия, русские, что приехали из Сахалина, и они уже два месяца ищут где жить, и нанимают дома на 20 лет, на 50 лет, как и любые, 30. Да, и это тяжелое дело сейчас, потому что, скажем, Валеночи круглый год имеют туристы, Валеночи круглый год. Это сезон туристический, потом будет шлях, потом будет, когда дети приезжают, школьники, а потом туристы, когда уже на каникулы в Аргентиме, когда жарко. Целый год есть тут. Тогда много начали употреблять свои дома для туристов. Да, это одна проблема. Вторая проблема, это здесь дорого жить, очень дорого жить. Скажем, если в Барасарисе там платят 5 пезо, здесь стоит 10 пезо. Это так, 100% больше берут. Да, я на это уже обратила внимание. Да, ты понял, да. Бензин там меньше стоит, так что мы можем долго кататься на машине. И можем жить в большинстве. Но вообще хорошо жить здесь, да. Когда много людей приехали с Бонос Айриса, с ними тоже приехали те, что воруют. Есть некоторые проблемы, такие не особенные. Вообще, скажем, климат, это чистый воздух, чистая вода. Ты можешь ехать в лесу, остановиться, ручок. Берешь стаканчик воды, пьешь эту воду. Скажем, здесь более спокойно. Моя папа и мама, они жили в Барасарисе. Я их привез в 79-м году. В Барилочи. Все их друзья, что продолжали жить в Бонос Айрисе, они очень радо ушли с этого мира. А папа и мама, папа зашел почти что до 90, а мама до 91. И у них была прекрасная жизнь. Папа каждый день ходил рыбу ловить, имел свой кармин, мама, свои друзья. Скажем, здесь жить чисто, пока здесь жить это чисто, здесь это хорошо. И это в этом мире, это очень интересно. Да, натуральную еду в этом мире найти очень тяжело. Да, не так просто. И так назначено. Не так просто, скажем, сюда привозят спердосы, с важной рио-левио, оттуда привозят помидоры, салаты, всякие такие вещи. Хорошая мясо есть у нас здесь. Привозят из Тремелин, с юга. Знаменитая барашка. Да, ну да, это есть тоже, можно там покушать чивос, когда начинается сезон, чивос и кордерос. Это называется, это тоже можно покушать. Но если ты не хочешь особую такую, скажем, жизненную, все под рукой, ты тут будешь хорошо жить. Ты сел на машину, проехал 15 километров, и ты в лесу, где никто не будет, никто есть, только проезжают люди. Скажем, Байлочи, это город, в окружении, национальный парк, первый национальный парк, я уже вам рассказывал. Так что все, что вокруг, это прекрасно. Я вчера, когда мы с тобой закончили вчера путешествие, захожу в отель, и у меня была такая мысль, как можно всю жизнь жить в такой красоте и не сойти с ума от счастья? Да, конечно. Ну да, конечно. Да, да, это так, это так. Да, ну не надо сойти с ума, нужно жить хорошо и больше ничего. Но сегодня мы еще прогуляем, посмотрим мы в ее местах, отойдем от города и будем смотреть, скажем, где более сухо, здесь более сухой климат, И я так скажу, в Барилочи падает снег, а куда мы поедем сейчас? Обычно там солнце. А вы, я думаю, сколько вы будете? Нет, только 15 километров. Мы поедем, 15 километров, я пробовал смотреть на Барилочи. И вы увидите горы, тучи, дождь, наверное, там нет, а мы будем стоять, где солнце, красивое, сильное солнце, тепло, ну, доставок. Вперед за солнцем, Патагония. Идем за солнцем, да. Вот так. Конец марта месяца в Аргентине, это первые дни осени. Посмотрите, какие красивые деревья в это время года. Ночью в Барилочи прошел дождь, и утром тучи все еще затягивали небо. В самом городе Барилочи в среднем в год выпадает порядка 800 миллиметров осадков. Но, как сказал Александр, сейчас мы отъедем от города всего на 15-20 километров и попадем в абсолютно другую экосистему, в степную зону, где в год едва выпадает 250 миллиметров осадков. И всегда светит солнце. Уникальные контрасты на достаточно небольшом расстоянии. А это центральная площадь города Сан-Карлос де Барилочи. Посмотрите, какая невероятная красота. Вся наша дорога проходит по побережью горного озера Науэль-Уапи, вокруг которого и был сформирован первый в Аргентине одноименный национальный парк, в котором наш герой Александр работал рейнджером. Поэтому он здесь знает абсолютно все. По знаменитой 40-й автостраде мы переезжаем в городок под названием Дина-Уапи, что в переводе означает «датский остров». Это совсем молодое поселение, которое, как нетрудно догадаться, основали датчане. А в последнее время все чаще выбирают жители больших городов для переезда, чтобы жить в окружении девственной природы. Здесь такие невероятные виды на горное озеро и окружающие его горные хребты. Так что, если вы ищете место для тихой и спокойной жизни, а главное, экологически чистой, я вам рекомендую присмотреться к этому городку. А мы с Александром вам его сейчас немножко и покажем. И сначала мы отправляемся в такие дебри на 4х4, которые вам, кроме местного рейнджера Александра, никто не покажет. Тут вас точно никто не повезет. Замечательный мужик меня вывернили в джиг. Ну вот, тамбари улочи, это озера на Уэллуапи. Это наша кордилера и Лос-Андекс. А на берегу озера нас встретил сюрприз. Небольшая колония сероголового магелланового гуся. Эта очень редкая птица обитает только в Патагонии. Находится под охраной государства. Больше нигде в мире вы ее не увидите. С той лишь небольшой поправкой, что сейчас гуси собираются в стаи, чтобы отправиться зимовать на север, в район Буэнос-Айреса и на юг Бразилии. Там, где зимой теплее и легче найти пропитание. Невероятные красавцы. А мы продолжаем знакомиться с городком Динауапи, в котором проживает порядка 9 тысяч населения. И в основном все это частный жилой фонд. Можно даже сказать, такие как бы дачи недалеко от крупного города Барелочи. В городке очень красивая набережная длиной 5 километров с оборудованной велосипедной дорожкой, прогулочной зоной и с потрясающими видами наанды. Все эти виды, кстати, открываются здесь не только, если вы будете гулять или ехать на машине, но и из окон домов, которые находятся вдоль набережной. Дома здесь есть на любой вкус и кошелек. И небольшие теремки, и большие хоромы, отельные комплексы и апартаменты под сдачу в аренду туристам. И какой бы по размерам ни был дом, все они очень аккуратные и утопают в зелени. А главное, какие потрясающие виды из этих домов. Здесь уже даже не важно, какой размер дома. Каждый год в Диноуапе отмечают свой день гордости. 25 лет назад, когда здесь проживало всего 1 тысяча человек, жителям удалось собрать 5 тысяч, чтобы сказать свое твердое нет, новой плотине Ангастура, которую правительство планировало построить на этом самом месте, уничтожив всю уникальность этого места, его природу и экосистему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На городской лужайке в окружении парковок и рядом с трассой гуляет парочка патагонских ибисов, которые своим длинным клювом выискивают пищу под землей. Очень забавно было за ними наблюдать. И они совсем не боялись, когда я очень близко к ним подходила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это еще одна парочка попрошай на парковке смотровой площадки, где всегда останавливается много туристов. Птички называются чаманго и относятся к семейству соколиных. Они здесь достаточно часто встречаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы будем готовить маты сейчас, приготовим наш маты. У меня листики охалы кока есть. Это боливианская, да? Поставим маты, сперва поставим некоторые листики. Это хорошо, это для... Кислорода. И потом поставим дерево маты. Вот, Росамон, экспортацию. Вот так. Оставим это здесь. Вот, как можно. И поставим дерево. Я употребляю бамбу. Такое, да? Имею фильтр. Когда такой фильтр имеешь, ничего не входит на живот, да? И вот это зерва. Вода должна быть, ну, более-менее температура 72 градусов. Более-менее. Мой брат имеет такой аппаратик, он вставляет. И когда 72 градусов тушится, да? Я не такой же. Ух, уже. Вот так готово. То есть, должно быть практически полное. Нет, по половине. По половине. Потом надувается. Когда будет мокрый, он разбухается, да? И теперь берем наш термо. Видишь, термо зубровка тоже есть. Моя пропаганда здесь. А этого вы, наверное, знаете. Это человек. Вот, видишь, другой товарищ здесь, смотри. Кондор. Товарищ Кондор. Да, да. И теперь нужно лить понемножку. Прямо сюда, где бомбиза. Туда идем. Вот так. Не вовсе. Только прямо сюда, через бомбизу. Прямо на саму бомбизу. Да, тогда будет снизу наверх. И будем пить. На здоровье. Выпьем маты сейчас. Вкусно. Я сегодня утром не пил. Я быстро выехал, рано слева. А какие полезные свойства для организма у маты? О, целую кучу. Во-первых, это энергия. Хорошая энергия. Потом желудка. Потом имеет разные минералы маты вообще. А Охо-де-Кока, да, тоже хорошая. Она имеет, скажем, этот, как называется, ну, против канцера. Против рака. Против рака. Охо-де-Кока очень хорошая. Потом тоже эта энергия прочистит. Скажем. Ну, я знаю о ее свойствах, как она увеличивает количество кислорода в крови. И это очень важно для жителей высокогорий. Я когда путешествовала по Хухую, я там карамельки с листьями коки постоянно оживала. И мне вот помогло переносить высоту больше 4000 метров. Да, конечно. Не, я когда там был, я прямо Охо-де-Кокос. Делал это. Аккузичу. Содой, да, как они все делают. Они листики здоровят там. Ну, я оттуда хочу употребляться всегда здесь. Даже когда учил в университет, я готовил. Сейчас это 10% Охо-де-Кока, 90% земли. Я учил в университет, чтобы не засыпать. Ставал 50-50, иногда 60-50, чтобы поддерживаться, не засыпать. Бодрствовать. Да. Окей, вот тебе, тебе маты тоже. Спасибо. Подтягивая маты с местными плюшками, которыми мы подкармливали и птичек Чеманго, любуясь этими невероятнейшими пейзажами Ант, мы еще долго философствовали с Александром о Коке, о политике, коснулись темы Мальвинских островов, а как же без них в Аргентине. И, кстати, вы тоже можете присоединиться к нашим путешествиям, заказав наши авторские с Александром туры по Патагонии, которые мы уже разработали специально для вас. Динауапи – это местный центр рыболовного спорта, куда любители посидеть на берегу с удочкой приезжают со всех окрестностей, а мы движемся дальше в глубинку по легендарной 40-й магистрали, которая является одной из самых красивых в мире и протянулась с самого севера Аргентины до огненной земли, до края света. Ньеревау погружен в Патагонскую степь. Это старейший район Динауапи. В его окрестностях мы встретили старый автомобильный мост и старинный железнодорожный мост в снушительной стальной конструкции, пересекающий узкое скалистое ущелье реки Ньеревауу. Река достаточно глубокая, но летом вода в ней хорошо прогревается, и поэтому из Динауапи сюда приезжают люди, чтобы искупаться. Кстати, с моста мы наблюдали небольшую стайку горной форели, которая обитает в этой реке. Зимой она, кстати, иногда может покрываться корочкой льда. Невероятная, умиротворяющая красота аргентинской Патагонии. Но как можно не влюбиться в это место? Любовь с первого взгляда. И продолжая путешествовать в степной солнечной зоне района Динауапи, впереди прекрасно было видно, что над Барелочи идет дождь. Хотя это совсем рядом, напомню, что всего лишь 15-20 километров мы находились от Барелочи. И какие контрасты! Над нами ярко светит солнце, а впереди перед нами стена дождя. Так как Александр ведет активную социальную жизнь в плане экологии, и вечером у него была запись на телевидении, то этот день мы закончили немножко пораньше, чем обычно. И уже возвращаемся в Барелочи.